Ну и вопрос о поставках Украине танков уже решен. Теперь украинские дипломаты ведут работу с западными партнерами по получению первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Также Украина нуждается в современных дальнобойных ракетах для эффективного поражения военных целей противника, особенно тех, что расположены на отдаленных времен оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, а также аннексированного Крымом. Почему для Украины важно получить западные самолеты и дальнобойное оружие, расскажут наши корреспонденты. Офис президента и кабинет министров Украины консолидировано работают над тем, чтобы Украина как можно скорее получила первую эскадрилью западных боевых самолетов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Украина уже собрала некий танковый зоопарк. Есть решение о предоставлении «Леопард», «Челленджер», «Абрамс» и «Мы работаем над получением французских танков «Леклерк». Здесь главное открыть позицию. Я не сомневаюсь, что мы откроем опцию поставки боевых самолетов». Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в эфире общенационального телемарафона. По словам Дмитрия Кулебы, барьер, который мешает партнерам предоставить Украине боевые самолеты, только психологический. Он напомнил, что такие же препятствия в свое время мешали по учению РЗСО «Хаймерс», «ЦРК «Патриот» и западных танков. Не принципиально, будет ли это американский F-16, шведский Гриппен, французский Мираж или Рафаль, или Еврофайтер. Важно открыть позицию, снять табу и получить первую эскадрилью самолетов. Затем уже будем определяться, учитывая доступность на рынке и обслуживание, на какую модель делать основную ставку. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в эфире общенационального телемарафона. Сейчас активнее всего переговоры ведутся о передаче истребителей F-16. Это истребители четвертого поколения. Их много. Они находятся на вооружении почти 30 стран. Кроме США, истребители F-16 могут передать и несколько стран Европы, которые уже заявили о такой возможности. Однако, конечно же, сначала нужно получить разрешение Вашингтона. Нам нужны самолеты, на которых мы могли бы хотя бы на равных проводить воздушные бои с россиянами. Кроме того, наносить удары по их наступающим или обороняющимся войскам высокоточным оружием при любых условиях. Авиация нужна не только для защиты от российских самолетов. Истребители и штурмовики смогут сбивать ракеты и дроны, истощающие запасы украинской ПВО. Наши боевые самолеты устарели. Они четвертого поколения. Все российские дважды модернизированы. Американские истребители имеют более дальнобойные ракеты, чем российские. Их радары видят лучше и надежнее, держат цель. Если МиГ-29 несет две ракеты средней дальности, то F-16 может нести шесть таких ракет. Плюс еще несколько ракет малой дальности. Также для Украины крайне необходимо получить ракеты с дальностью поражения от 150 километров. Ведь тогда вооруженные силы Украины смогут доставать до военных объектов, расположенных на значительном расстоянии в тылу противника. Нужны такие, которые поражали бы противника на дальности сейчас уже более 100 километров. Почему? Потому что снаряды реактивные, которые применяют комплексы «Хаймарс», бьют до 82 километров. Противник это знает. Он располагает свои пункты управления, склады на дальности 100 километров плюс. В связи с этим нам нужны возможности артиллерийские, любые, которые обеспечивали бы уничтожение этих наземных целей. На совместном заседании правительства Украины и Европейской комиссии министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что если бы у украинской армии была возможность наносить удары на расстояние 300 километров, то российская армия не смогла бы обеспечивать свою оборону. Также он подчеркнул, что Украина готова предоставить любые гарантии относительно того, что такое оружие не будет применяться для атак на российскую территорию. Вопросы о дальнобойных ракетах и истребителях планируют поднять также и на Мюнхенской конференции по безопасности, которая произойдет 17 по 19 февраля. Юлия Биль для телеканала Freedom